Состоявшийся на прошлой неделе круглый стол в районном центре «Спутник» был посвящен развитию туризма на территории Орехово-Зуевского района. На данный момент действует несколько туристических маршрутов, которые пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у приезжих. В ходе встречи выяснилось, что в этой сфере есть и свои недостатки, которые необходимо решить как можно быстрее. Орехово-Зуевский район богат своими достопримечательностями и уникальными местами. Каждый приезжий и местный житель может не только узнать историю края, но и богатиться духовно. Специально для этого разработано множество туристических маршрутов, которые пользуются большой популярностью. Маршрут называется «Под покровом Богородицы». Это весь пласт туда, в сторону Старого Покрова до деревни Красная. Гора, Савина, Ахтырской Божьей Матери Яковлева, Старый Покров, Пашнево и Красная – это все идет один маршрут. Вот у нас маршрут по городу Ликино-Дулево. Есть у нас маршрут в сторону, значит, вот там, где у нас Гуслица. Это Спасо-Гуслицкий монастырь, это Степановка, это вот тот пласт. Да, вот и с удовольствием люди посещают вот именно Гуслицу. Анциферовский родник – это все туда входит. Ферма «Северный олень». За прошедший 2015 год центром «Спектр» было организовано 22 экскурсии, которые посетило более 300 человек. Чтобы продолжить развитие туризма, обменяться опытом и высказать свои пожелания, навстречу были приглашены краеведы, туристические фирмы и представители учебных учреждений Орехово-Зуевского района. В ходе беседы были выявлены основные проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Вот приезжаем в город, первое что? Музей. Историко-художественный, краеведческий музей. Заходим в музей, что мы первое видим при входе в музей? Угадайте. Сувенирную лавку, точно. И детей нужно сначала оторвать от нее, повезти на экскурсию и потом уже запустить в эту лавку. Вот у нас такого не происходит почему-то. Сувениры у нас есть, мастера у нас есть. Но и сувениров много, сувениры интересные, но они очень надежно спрятаны. Очень надежно. Чтобы их вот найти человеку, который приехал к нам в район, это нужно еще поискать. Представители учебных учреждений высказали свое желание о привлечении молодежи. Если экскурсионные фирмы будут предоставлять скидки учебным учреждениям, то поток школьников и студентов резко увеличится. А также главе района направят обращение с просьбой предоставлять транспорт для таких экскурсий. Если мы найдем какие-то точки соприкосновения в этом аспекте, мы будем очень признательны, поскольку, еще раз говорю, наверное, любая наша и школа, и лицей, и гимназия, и наше учебное заведение будут продвигать и развивать маршруты, связанные с исторической основой нашей Малой Родины. Все просьбы и предложения должны быть рассмотрены в ближайшее время. А завершилась встреча на приятной ноте. Были подведены итоги конкурса «Туристский бренд Орехово-Зуевского района», который стартовал месяц назад по инициативе Центра «Спектр». Победители были награждены ценными призами и дипломами участника. Продолжение следует... Продолжение следует...